Здравствуйте, привет с гарнизона Николаева. Скажите, как вы оцениваете уровень оперативного и стратегического искусства генерала Валерия Залужного? И есть ли в рашке генералы его уровня? Слава Украине! Смотрите, я об одном из своих интервью, я сказал, что когда меня спросили, как вы оцениваете генерала Залужного, я еще добавил, кстати, там есть еще один генерал, который работает в паре с Валерием Залужным, это начальник генерального штаба генерал Шабтала. Но в любом случае, я считаю, что Залужный это счастливый билет Украины, нашей страны. Не будь Залужного, еще неизвестно, как бы повернулась военная кампания, кто бы смог так сорганизовать войска для того, чтобы отбить атаку такой мощной армии. Да, это мы сейчас с вами улыбаемся и нам, конечно, смешно и радостно в том плане, что мы разбили вторую армию мира. Но когда 170 тысяч входило с шести оперативных направлений в Украину, но, поверьте, надо было крутить головой на 360 градусов и думать круглосуточно для того, чтобы остановить эту навалу. И мы это смогли сделать при том, что мы 24 февраля встретили в Штатах мирного времени. У нас не была развернута армия накануне вторжения российских войск. Так что я считаю, что это высочайший класс и очень большая заслуга именно генерала Залужного в плане организации и планирования и ведения боевых действий вооруженными, даже не столько вооруженными силами, а силами обороны Украины. Я сюда все включаю, потому что всем управляет сейчас генеральный штаб. Главный мозг и генератор всех идей и решений – это генеральный штаб, во главе которого стоит генерал Шаптала, а главком вооруженных сил, который осуществляет военное руководство этой операции – это генерал Залужный. Я вам скажу так, что вы спрашиваете, если бы в России был такой генерал, то мы бы уже с вами тут сидели бы под триколором и утирали бы сопли и слезы. Нет у них таких генералов. Это нас, и почему я говорю, что этот генерал – это наш счастливый билет. Из других военачальников я не уверен, что кто-то бы справился. Так что не хочу сейчас обсуждать другие кандидатуры, но мое мнение такое, что это высочайший класс. И видите, мы продолжаем вести боевые действия, причем сейчас, как та же оборонительная операция, 4 месяца фактически позиционной войны. Даже, да, 4 месяца где-то оппозиционная война до сентября нашла. И в мае уже была оппозиционная война. Были критические ситуации с артиллерией, с огневым поражением противника. Наша пехота стояла под огнем российской артиллерии вообще без огневой поддержки. Но тем не менее, все было сорганизовано, и мы выстояли. А сейчас уже начинается более, я бы не сказал, что он намного легче, но не такой критичный, тяжелый очень период, но не такой критичный, как был весной, в начале лета, когда мы держали оборону и выматывали российские войска. Сегодня мы пожинаем плоды своего ратного труда. В плане того, что измотав армию противника, мы постепенно начинаем переламывать ход событий в нашу пользу. И я считаю, это заслуга именно генерала Залужина.